с новым годом вы на канале рыбаки я такой серьезный папа который рисует и конечно же я хочу сегодня нарисовать для вас снеговика но я нарисую такого снеговика которого ну как бы и может быть он и снеговик но вы увидите что это мне кажется это красиво смотрите мне хочется нарисовать такого вот такого пингвина а так как пингвины живут на севере вернее на юге мне кажется что это довольно хороший план нарисовать такого такого чудика и это довольно весело будет смотреться вот я рисую теперь я нарисовал вот уже теперь я нарисую такие лапки ему лапки лапки я нарисовал теперь нужно рисовать ему платочек не платочек мне хочется нарисовать такой шарфик ему Вот один шарфик вот так идет, перекрывает ему горлышко, а второй вот так вот, вот такой шарфик, а здесь такой красивый шарфик развивается на ведру, хотя ветер наверняка может быть холодный, но ничего. Наши снеговики и пингвины не боятся холода. На Новый год я всегда рисую снеговиков, ну я нарисовал, конечно, за свою жизнь миллион снеговиков, наверное, и с детьми, и сам, и когда маленький, я слепил, наверное, тоже немало снеговиков, и когда я всегда на улице гуляю, и когда идет снег, потому что, ну в самом начале, потому что когда он уже сейчас идет, к примеру, когда зима идет, и когда холодно, он уже не лепится. Вы наверняка это знаете, такой вот пингвин-снеговик у меня получился, и я хочу его нарисовать разными цветами, вот так вот, такие вот у него, вот такие вот. крылышки, я знаю, что это птица, здесь я нарисую ему штриховочку потемнее, и здесь. Но когда вот только-только начинается зима, в самом начале, как только выпадает снег, я сразу же выбегаю быстро-быстро на улицу, и начинаю лепить много-много снеговиков, и чем я больше снеговиков леплю, тем веселее Новый год у меня случается. Я так себе загадал, что чем больше снеговиков, тем лучше, и я рисую прям, и рисую, и для этого я рисую сейчас много снеговиков. На самом деле я много леплю снеговиков, особенно сейчас, когда я был уже постарше, мне уже одно время надоело лепить снеговиков. Вроде я уже старше, уже большой стал совсем, и мне скучно это стало, мол, взрослые люди, они занимаются другим. Они ходят по магазинам, выбирают подарки, там, близким друзьям, себе покупают какие-то супердорогие телефоны, еще что-то. Но я уже этим позанимался в своей жизни, и теперь мне это надоело делать, просто покупать дорогие подарки. И теперь я просто отчасти сейчас, ну, просто рисую, леплю, в общем, вернулся в детство, леплю, рисую. Вот такой вот у меня пингвин получается. Я надеюсь, у вас получится такой же пингвин, его несложно рисовать. И я добавлю туда немножко синего, потому что, мне кажется, мой черный уже перестал писать, и мне хочется его поярче сделать. По насыщенней такой, по насыщенней моего пингвина. Такой синий пингвин. Бывают, наверное, синие пингвины немножко. И я рисую такого. А почему я выбрал вообще много-много снеговиков? Потому что это очень простая задача, вроде нарисовать много снеговиков, и несложно. И каждый ребенок, он в силу своего умения, может нарисовать таких снеговиков, которых ему захочется. А я ему подскажу, вот, вам подскажу, каких я умею рисовать. Я ищу, каких я могу побольше нарисовать. Конечно, мне хочется просто снеговиков нарисовать, и животных снеговиков. Я сейчас еще в процессе рисования. И я до Нового года постараюсь нарисовать, вот, сколько будет, сколько дней до Нового года, столько я и буду рисовать снеговиков. По крайней мере, если не заболею, а я буду закаляться, как пингвин. Вот такой пингвин получился снеговик. Яйца у него нет, потому что, мне кажется, весной у него яйца только, а на Новый год у него яйца нет. Хотя, может, я ошибаюсь. Вот такой веселенький. Здесь я тоже добавлю немножко голубого. Я сейчас подумаю, нужны ли мне здесь снежинки. И я думаю, что, наверное, все-таки нужны. И, наверное, в этот рамк я нарисую очень аккуратных снежинок. Вот таких вот. Так. И вот так. Да, и он, как бы, так будет больше украшений. Для моего снежинки таких рисовать немножко сложновато. Вот, смотрите, как я рисую. Смотрите. Я рисую перекрестик и еще одну. И получается такая шестигранная снежинка. И вот здесь такие штучки. И если вы потренируетесь, то у вас получатся тоже красивые снежинки. Потренируйтесь. Может быть, даже не всегда будем так точно рисовать. Возможно, маленьких и больших. Я рисую побольше маленьких, побольше больших. Но Новый год снегом Новый год не спорчишь. Вот такой. Я пытаюсь передать вам свое настроение, потому что у меня оно ботрое, хорошее. Я здоровый. Все мои близкие здоровы. Все ждут Нового года, подарков, веселья. Мы будем встречаться все эти времена с моими ребятами, которые приходят ко мне в гости на мой канал Рыбакит. Мы будем рисовать на Новый год. Может быть, и после Нового года будут каникулы у ребят. И мы вместе еще больше нарисуем рисунков на целый год. Биллион, миллион, миллион снеговиков. Ребят, с Новым годом. И до новых встреч.